Ну что ж, а смогут ли европейские представители? Ну и здесь тоже явно перевез опять же у европейцев, потому что Татьяна... Теперь С5. Ну а в альтернативной партии... О, что-то посла не туда, я смотрю. Это вариант не Ботвинникова, а Сфешникова. Ну что делать? Такое тоже бывает. И теперь С6 или Конь-Д5? Конь-Д5. Поспокойней так. А я знаю, что здесь С4. Современный ход главный. С4. Именно этот ход был сделан. Но я полагаю, что знают и Таня, и Володя, как играть дальше. Не только один из них. Как игра? Я знаю, что здесь нужно играть сильно. Это главное правило. Просто сильно. Не важно, ты делаешь какие хода. Уже три. Да, нужно делать сильный ход. На бок. Рука Володи поправила эту пешку. Не очень ли это смелое решение? Вообще в репертуаре Виктории... Нет, нет, нет. Имеется в виду система Сфешникова. В репертуаре Виктории это должен значиться, а Магнус... А Магнус тоже знает. Он знает все? Нет, он не должен знать, он знает все. Знает все. Просто по определению. Несмотря на юный возраст. Насколько я знаю, он с 12 лет играет на топ-уровне. В юный возраст он уже 8 лет в супертурнирах. Кстати, отмечу, что белые сыграли H2-H4, чтобы не пустить никуда слона. Кто-то сделал. Конь Б8. Кто-то уже просто смеется над... Традиционное представление развития фигур. А куда этим пошел? Не король, в данном случае, а конь. Ведь конь С6 стоит не так плохо. Поле Д4 контролирует и всякое прочее. Я знаю, куда. Он пошел на С5. Тоже правда. Через А6 или через Д7, он же покажет. На С5. Интересная мысль. Логичная. Ну, здесь можно А3 пойти. Тут много хороших ходов. Магнус так... Кстати, мы сейчас поймем, кто сыграл конь Б8. Ход не требовал раздумий двух. Нельзя было ее брать, безусловно. Из-за там больших проблем потери материала. Как наши спортсмены? Давайте посмотрим. Наши спортсмены. Дайте доску нам. Спасибо. Ну, белые шли группировали еще и так же. Наши спортсмены очень четко пока играют. Очень четко. Слон на Е7 плохой. Единственное, мне не очень нравится, что два коня на одно поле нацелились. В поле Д5. Не, ну, конь может на Е5 при случае прыгнуть. Без размена на Е6. Я не знаю, сколько это хорошо, но при размене на Е5 все-таки у белых кое-что-то будет. Можно даже будет взять Ладья Д2, потом Ладья Д1. Ладья Аж Д1. Ну, логично достаточно. То есть нагнетать давление, создать угрозу размена. Черную сыграю слон Ф8, тогда слон уйдет относительно... Да, слон Ф8 с диагонали. А времени было 3-43, 3-43, слон Ф5. Учего времени порвано, слон Ф5. Теперь на Ж6 следует, слон бьет Е6. И нельзя брать пешкой за коня в 6 шах. А Ладьей брать, это уступка большая. Идея стоит в том, что надо взять на Е6, взять пешкой и выгнать белого коня с поля Д5. Кстати, некуда ему отступать. Ну, наверное, надо тогда спокойно сейчас пойти Ладья Д1, да? Ну, если сходить из предыдущей стратегии, конечно. То есть усилить натиск по центру. Сейчас ход Татьяны, судя по вдумчивости. Да, но она думает над ходом Х5. И именно этот ход она делает. Как я тонко вообще проинтуичил. Ход неоднозначный. Но видно, что вы россиянин. Вы, как правильно заметили, чувствуете ментальность нашей команды. Да, Х5 ход, конечно, интересный, но неоднозначный. Поле Ж5 отдается не столь уж мало... Достаточно существенное в каких-то вариантах. То есть ход Х5 уже заставляет белых играть на королевской фланге. Что, наверное, не совсем верно. Что по этому поводу думает Владимир Крамник? Он думает, он взял пешку. Пока постучать по столу. Улыбается. Хотя запрещено, опять же. Ферзь Ж5. Не учтено было или учтено? Ладья Х4. Вот в чем задумка-то. С Ж4 же Ладья потом выходит. Вообще угроза может быть у Ладья Ж4. Или Х6. Где-то Х6 не надо. Играть Ж6. Не то будет. Не надо. Ладья Ж4. Ферзь отступит на Ж6. Встанет пассив. Все равно не понимаю, зачем делать. А вот так вот. И Ферзь Д8 потом. Нет, а зачем... Что делает Ладья на Ж4? Что она там потеряла. Атаки нет. Ничего нет. Вот так. Спокойно. Очень спокойно играет наш коллектив. А как наш коллектив сыграл только что? Ладья Д2, Д1. Ага. То есть Ладьи подтягиваются на королевский фланг. Уже почувствовав, что надо чуточку быстрее, Татьяна просто играет на время. Она быстро схватывает. Там была идея слон бьет Ф5, которая может быть немножко смущала Татьяну. И нельзя брать конем и за ферзь бьет Д2. Я пытаюсь так вот. Б3. Б3. Прекрасный ход. А вот пешка Б2 может явиться потенциальным объектом атаки. Хотя слон Ф8 на А3 не смотрит. Пусть пешка на Д6 стоит. Что делать на Б3? Наверное, Ладья Ж4 спокойно. Так. Нельзя брать на А5 из-за потери. Правда, не сразу. Кстати. На ферзь бьет Х5 нельзя играть Ладья Х1? Можно. Нет, нельзя. Удар-удар. БА и конь Б3. Нельзя, да? Ну, конь С2. Хорошо. Я бы сыграл ферзь Х5, потом ферзь Х1, БА. Да. И конь С2. Ладья Б2, Ладья Б2. То есть, какой-то вариант искусственный. Интересно. Другое дело интересно. На ферзь бьет Х5 нет. Россияне имеют меньше времени. И это очень обидно, потому что... Нет, россияне имеют больше времени. Можно сказать, больше времени и позиция лучше. Да. Да. И слон на Ф8 очень. То есть, слон-то на Ф5 может оказаться такой атакующей фигурой. Спокойно. Сейчас вернемся в игру всеми фигурами. Конь Е6. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая неприятность. Едет к нам на Д4. Ну, это не убийственно. Может быть, конь Б5? Может быть, и конь Б5. Конь Б5 с тем, чтобы на Б3. Вот, слон Е6. Отличный ход. Такое кардинальное решение проблемы. И Ладья уходит назад. Играть легко. Может быть, даже Ладья... Потом Ферзь Д3, да? Может, Ладья Д3. Может быть, Ладья Ж6. Ладья Б5. Это кто сыграл. Это Татьяна. Они уже чувствуют друг друга. Пешка слаба. На Б3. Теперь. И дух силен. Вот это наша команда. Ну, Ладью Ж4 нужно увести. На Ж6 она стремится. И что дальше? Она атакует на Е6. Приковывает Ладью к пешке Е6. И не дает пойти слон Е7. И дальше пешка... Ну, не знаю. Пешка Б3. Целая Ладья ушла туда. Пешка Б3 уничтожается. Ферзь Д3. Спокойно. Наши переигрывают. Обеспечили преимущество по времени. Очень здорово играют. Так, ну, время уходит. Я уже вижу, что фотокорреспонденты столпились, чтобы триумф российской команды не пропустить. Ну, я не убежден, что так все однозначно беспросветно. В смысле, наоборот, безоблачно, а беспросветно для черных. Потому что здесь, ну, ничего пока существенного белого и не забрали. Время уходит, подравнивается по времени. Нужно поскорее играть. Поскорее играть. Владимир Крамник что, берет на Б3, берет взять НС4? Так, очень. И, видимо, Ладья Б7 что-то он заготовил. То есть, вот такая кружная попытка провести атаку. Ну, Ладьи-то можно поменять по 7-му. Не, он просто вот решил упростить Татьяне. А, это не упрощение. Сейчас очень ответственное решение. Какое? Вот, Ферзь Д3 напал. Ну, можно так, можно и отдых. Выбор очень неприятен всегда. С точки зрения опасности. Ну, и что-то такое до седьмого ряда. То ли Ладья Б7, если я не зеваю, то ли Ладья Б7. Да нет. Ладья Б7. Ладья Б5. Со слабыми не меняется. Видимо, так Володя и планировал. Судя по решительности. Он так думал. Он так своей решительностью дает понять, что, ну, поскорее. Ну, вот Андрей Филиппович говорил, что единственное, что можно говорить. Нет, можно говорить, играй побыстрее. Хотя это... Подсказка. Подсказка. Типа того, что есть неплохой ход, например. Ну, ладно. Что делать? Ну, опять пешка висит. Что делать? Надо посмотреть, как лидеры турнира играют. Другая пара. Уже и висела на... А вообще, какие счастливые индийские шахматисты провели комбинацию, можно сказать, так воспользоваться. Так, что наши, что наши за спортсмены? Ладья Ф8 на опять слабость. Разменяли ладью. Вот эту самую заблудшую ладью разменяли. Так, так, так. Ладья Ф7. Как на Ладья Ф7? А Ладья Ф7, там с какой ценой? Лучше не лучше. Не лучше, не факт, да? Ферзь А4 защищает пешку Е6. Ой-ой-ой-ой. И что? А что Е6? Непонятно. Что ж, не очень. Но... Ну, чёрные вне опасности, пожалуй. И по времени поровну. Хочется вторнуться ладьёй. Ладья Ф7. Ладья Ф7, безусловно. Так, и что Е6? Е6, надо защищаться, конечно. Я думаю, что крупный план дать, чтобы видно было, что происходит в доске. Хватит атаковать, надо защищаться. Позицию, пожалуйста, дайте позицию. Крупную. Потому что так трудно очень комментировать, да. Ну, вот внизу там ходы делаются с большим опозданием, но мы... Ага, то есть что-то с этой камерой случилось, как я понимаю. Нет, мы просто решили дать нам такой план. Так. Ферзь на Е2 стоит. Сейчас Король уйдёт. Что-то перехватывают, я смотрю, европейцы. Времени мы тоже не видим. Да, ну потому что там заградили зрители. Камеру, как я понимаю. Зрители не дают, да? Надо зрителей разогнать было, но это не случилось. Ферзь Е5. Предлагается ничья. Смотрите. Да. Ну, может быть, это правильное решение. Снова кто-то прошёл перед камерой, судя по всему. Нет. Влоке Ф6. Кто это такой боевой? Рука мужская... Мужская рука. Похоже, что Магнус... ...хочет выиграть эту партию. Ферзь Д4. Вот что же за врагицы такие? Ну, чёрный стоит поактивнее, но здесь всё будет решать, конечно, скорость и уверенность ходов. Всё-таки больших слабостей нет ни у той, ни у другой стороны, так что сразу зимой поднялся. Ну, похоже, что всё-таки позиция динамического равновесия. Что со временем? Это ведь решающий фактор. А мы не узнаем, потому что зрители... Ну, 30 секунд, согласно, 9 секунд у европейцев и 20 секунд у наших. А может быть, ладья Б5, ладья бьёт А5, взять пешку? Татьяну не надо упрашивать два раза взять пешку. Теперь уже белые стоят поактивнее. Так, Е5 и конь Е4. Прекрасный ход. Да может быть. И ладья Е5. Не надо выпендриваться, нужно взять спокойно пешку, взять потом ещё одну пешку, если дадут... Диагональ открылась, кстати, теперь. О, и ферсия Е4, шаг. Ферсия Е4. Ну, не видно, что там. Ага, размен, размен. Конь Е4. И пешка Е6. И пешка Е6, и на А5 висит. То есть, что не такое, что ладья Ф5, а я думаю, что... Нет, это хороший ход, ладья Ф5 на А5 висит. Разменяться или нет? Нечем будет атаковать пешку. Нечем будет атаковать пешку. А после ладья Б5 Е6... Да, пожалуй, всё равно. Думаю, там времени-то нет. Ладья Б5, он меняется всё-таки... Володя меняется на Ф5. И куда-то, куда-то, куда-то... Конь Д2. Кстати, этот план неплохой, поскольку... И король подходит, да, в центр? Король подходит в центр. Позиция равна, и Ж6 достаточно для равенства. Ж6. И пешку можно оставить на месте? Может быть. Конь С4, слон Б4. Теперь какой-нибудь хитрый манёвр. Ну, у чёрных лучше. Ага, надо было меняться. Вот я думаю, на Ж6. Всё-таки можно было оставить короля в углу. Сюда. Потому что идея белых стоит в том, чтобы сыграть конь С6, и на слон там Д2 или Е1 перевести короля на Е2. И заставить... Вот просто конь С6, слон вперёд и король Ф3. Следующий ход король Е2. Да, но там проблема, что слон Е1, нельзя король Е2 из-за... Те потери пешки, да. Пешки на H2 в головах нет. H5 хороший ход сейчас. Нет, правильно, слон Е1 пойти. Ну, а теперь-то? Теперь сам Бог велит? Ничья, да. Правда, и времени достаточно. Ну, всё может случиться в этой партии. Б4 всё равно белые вряд ли смогут провести. Ну, сейчас нормально, например, король Е2. И на слон С1, и на слон С1, и Б4, и пешка опасна. Проще всего. Вот интересно, а нельзя ли после этого, после всего этого сыграть Б4 и на А5 сразу? И Б3, чёрная пешка проходит первая? А6. Не получается. А, Б? Не получается. Слон Е3 у чёрных есть ход, согласен. Потому что я вдруг обнаружил, вот так вот, обалдеть. Невероятно. Это невероятно. Наверное, Б4 спокойно, да? Ну, вряд ли белые не смогут сбежать. Есть время посчитать варианты здесь у кого-нибудь? Ну, во-первых, король Е2. Выигрываем простой перевод коня на Ф3. Король Е2, король Ф1 успевает, если очень надо. Да. Какая-то комбинация удивительная во всех отношениях. Так, а что со временем? Со временем не так уж плохо. 22 секунды у наших и 12 секунд у европейцев. Аж три. Можно встать в угол. И что потом? А, выиграны-то или нет? Как-то у меня вдруг зародились сомнения. Б4? Б4. Всё в порядке. Успевают? Да нет. Не успевают. Не успевают. По-моему, ошибка. Ой-ой-ой. Не надо было ходить Б4, и тогда было бы всё хорошо. Их же чёрные взяли, Ферзя. Было выиграно, стало проиграно. А может быть, нет, но... Смешная, да? Ф2. И теперь АБ. Там, конечно, да. Не успевают. И кто первый? Ну, кто первый? Чёрные первые. А почему чёрные? Мы хотим, чтобы белые. Ну, белые-то мы хотим, но без шаха ещё. Правильно. Король Ф4, да? Чтобы не было под шахом. Король Ф4. Да, досадное, досадное развитие событий. Король Ф4, чтобы не было под шахом. Ой, ой, смешной ход Король Ф3. Ой, как. Единственное... Под шах. Да, под шах пошла. Ой-ой-ой. Это смешно. А так бы выигрывали белые, чёрные, если бы король стал на Ф4. Где ферзь-то? Вот он. Да. Смешно. Ну, бывает. Бывает. Это на то и блиц. На то и блиц. Да, теперь ничья. Ферзь А6. Теперь ничья. И сейчас храмник смеётся, да? А почему не делает ход? Ну, потому что ему настолько смешно. Вот этот вот ход Король Ф3. А маты нельзя дать этому Крадю каким-нибудь способом? Много хотим? Ой, да. Это действительно забавный был ход Король Ф3. Ну, можно собрать... Единственное их позиции. Лучше не выпить. Король Х2 не хочет пойти, нет? Не приходит в голову? Король Х2 хочет пойти. И так и пошла. Теперь даже не страшно. Если чёрные заберут коня Ф1, там будет вечный шаг. На самом... В самом худшем случае на это ничья. Ну, всё, начало... Шахи, 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 шахи. Кто-то начал делать вечный шаг? Да. Чёрные осознались, что выиграть не удаётся. Честная борьба. Почему? Если конь Ж3, тогда можно сыграть ферзь, бьет Ж3 и Ф1. Ферзь, чтобы проблем не было. Конь Ж3. Вот он решит. Надо взять. Иначе можно проиграть. Да. Угадали. Это они уже для фото корреспондентов работают. Первая ничья на турнире. Драматические события. Да. Это хорошая партия. Ну, ну, когда же? Даже Магнус Карса нарубается. Дро.